В России необходима интеллектуально-научно-техническая элита. Нацпроект образования как раз и направлен на то, чтобы развить у школьников способность мыслить и исследовать. Всероссийские юношеские чтения имени Вернанского – одно из направлений этого проекта. Сегодня проходят региональные туры. Своими разработками в разных областях знаний с экспертами делятся и ямальские школьники. Сегодня в Новорингойской гимназии состоялась стендовая сессия. Есть ли шансы у северян отправиться на финальный этап, который пройдет 9 апреля в Москве, узнала Анастасия Волкова. Второй день Международного образовательного форума запомнился стендовой сессией. Здесь юные ямальцы поделились своими научными разработками. Учащиеся 17-й школы Елизавета Третьякова и Дарья Бойко уверены, правильный микроклимат в кабинетах для здоровья очень важен. Поэтому совместно с немецкими сверстниками они разработали умную схему. Подача воды и света для комнатных растений осуществляется с помощью СМС. Использовали три горшка. Большой, потом там находится маленький горшок, и внутри маленького горшка находится сетчатый горшок, в котором мы посадили растение и засыпали его керамзитом. И получается, запрограммировали данные платы, чтобы они работали, когда мы отправляем СМС-сообщение. И вот эти, чтобы они подавали сигнал, он не всему, что находится там, чтобы вода начала набираться. А вот восьмиклассник из Надыма Владимир Черных увлекается нумизматикой, хобби, поддерживает вся семья. А любовь к истории привила бабушка. В коллекции Владимира есть экспонаты, которыми он гордится. Это копейки времен правления Николая II и купюра номиналом в 500 рублей эпохи Петра I. Тема моей работы – это денежные реформы в России, как один из способов борьбы с фальшивомонечеством. Я рассматриваю, как в разные периоды проводились денежные реформы и как они влияли на дальнейшую жизнь граждан. Проблема фальшивомонечества – это весьма актуально в наше время, потому что это вредит как государству, так и единому гражданину. Делегация из Таиланда рассказала о своих наблюдениях в выращивании риса. Эксперимент проводили в двух районах королевства. На определенных участках применяли удобрения и специальные масла. Результат не заставил себя ждать. Мои студенты использовали три вида масел – рыбное, фруктовое, молочное – в течение трех месяцев. И заметили, что рис стал расти быстрее. Математика, геология, социальная сфера, фольклор – и не только. Помимо демонстрации работ в этих направлениях, участники погружаются в интеллектуальную среду, мыслят и анализируют, что для будущего страны крайне важно. Всероссийские юношеские чтения имени Владимира Вернадского – одно из направлений национального проекта образования, которое было сформировано после майских указов президента. Сейчас проходят региональные этапы конкурса. Самые талантливые школьники пройдут финал. Он состоится 9 апреля в Москве. Будет организована специальная программа по посещению разных факультетов МГУ и других московских университетов с представлением программ подготовки и условий поступления. И там ребята смогут уже протоптать тропинку к месту своего дальнейшего обучения уже в качестве студента. По словам Александра Леонтовича, уровень ямальского тура высок. Здесь выступают и способные школьники, и квалифицированные эксперты. Поэтому пройти финал нашим юным умам труда не составит. Анастасия Волкова, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».